За весь год можно один раз. Ну, эмоции, как говорится, перевыполняют ожидания. Да что там говорить, в этот день слова подобрать трудно. Да и вообще им привычнее руками работать, чем интервью давать, шутят кубанские крестьяне. Дошутились до того, что получили невиданный нигде в России урожай зерна. Исторические для Кубани 9 миллионов 800 тысяч тонн. Работали и работали. Утром вставали, шли на работу, вечером домой. В Краснодар на день урожая. Со всего региона приехали комбайнеры, агрономы, семеноводы. В общем, вся сельскохозяйственная сборная, поставившая рекорд. Тем символичнее, что праздник проходил в спортивном комплексе. Перед ним на улице на один день построили настоящую кубанскую станицу из прошлого. Десять куреней по числу ведущих в уборке зерна районов. Абинский курить – это самое горячее место, пожалуй, здесь. Потому что вот прямо сейчас на наших глазах жарят 90-килограммового пулька. Вот этого товарища, причем бычок местный, кубанский, как говорят повара, хватит примерно, чтобы накормить 200-300 человек. В каждом курине есть свои сельскохозяйственные фишки. На первый взгляд – обычные грабли. Но если присмотреться, полностью сделаны из дерева без единого гвоздя. Даже зубья вставлены деревянные. Казалось бы, такими в эпоху импортозамещения уже не пользуются. Мы их позаимствовали на хуторе гречанная балка. Женщины еще пользуются. Это рабочие грабли, рабочий инструмент. Они ими собирают солому, сено, сухую траву. И поэтому мы, конечно, пообещали им вернуть. Потому что на праздник показать народу, гостям, что такие инструменты существуют, они им пользуются. А ведь этими традициями и сильна Кубань с гордостью рассказывают хлеборобы. И отношение к хлебу, как к другу, который кормит, передавалось из поколения в поколение. В одном из куреней уже глава региона, который приехал на день урожая, о силе традиции рассказывает своему сыну. Вот хата. Как хата жили наши предки. Смотри. Вот такой хатки. Самовар. И были счастливы. Были счастливы и полны жизни. Были уверены и никогда не сдавались. И всегда были победителями. Вот это очень важно. Понимать для того, чтобы завтра у тебя в жизни было все хорошо. Любить свой народ, любить свою землю. И все в жизни получится. Праздник продолжается в концертном зале красочной шоу-программы. Ее начали готовить за два месяца до дня урожая. В постановке задействовали больше 400 человек. Все номера и песни создавались специально к празднику. В хлебе сила, в хлебе счастье, трудовая мудрость в нем. Одного из гвоздей программы – кубанский казачий хор из Москвы, где артисты готовились к выступлению в Краснодар, чтобы успеть на день урожая доставили военным самолетом. В этот день все специально для механизаторов, агрономов и семеноводов. Мы все родом от земли. Земля кормила, кормит и будет кормить не только Кубань, но и всю страну. Вы по-настоящему знаете цену этой земли. И отношение к хлебу у нас, у кубанцев, не просто трогательное, а святое. И здесь вы, кто сидите сегодня в этом зале, самые главные. Комбанеры, агрономы, все труженики села. Вам слава и вам мой земной поклон. Символ уважения к крестьянам – этот 400-килограммовый коровай, испеченный, конечно, из пшеницы нового урожая. В три раза тяжелее, чем в прошлом году. Самые передовые – 87 человек. Их глава региона каждого лично награждает дипломами и подарками. Три чемпиона, комбайнеры, которые больше всех намолотили зерна, получили ключи от автомобиля. На улице уже понимают, что на радостях перепутали, где чей. Машина одинаковая, ключи раз. Говорил, не спеши, не торопи. Ощущения переполняют просто. Удобнее, чем в комбайне, где-то? Ну, конечно, в машине-то попрестижнее. Анатолий Зеленский, лучший комбайнер Кубани, намолотил 3000 тонн зерна. Практически норма четверых. Для таких чемпионов – каких-то 200 тысяч тонн. По размерам, что и голка в стоге сена. Урожай следующего года готовы округлить до 10 миллионов тонн зерна. Изменилось агротехнические решения, как бы изменились сорта пшеницы. То есть, больше стало удобрения. Вот с этого и получились урожаи. Мы и так делали, даже и не было сансов, мы-то опять к этому стремились. Все аграрии уже вернулись домой, но отдыхать им долго не придется. Скоро начнется новая страда. Впереди уборка сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и риса. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.